Привет, друзья! Меня зовут Дима Семенищев, я джазу и контрабасист и аранжировщик. И сегодня я хочу начать выпуск с того, что поделюсь своими планами на моем YouTube-канале на ближайший месяц. Абсолютно неожиданно и мне, и многим из вас зашел формат стрима на YouTube, и во время предыдущего стрима мне закинули идею о том, что можем ли мы попробовать заняться аранжировкой онлайн. Мне кажется, что это чуть более реально, чем заряжать воду, поэтому эта мысль плотно поселилась в моей голове, и я решил, а почему бы и нет. Поэтому 18 августа мы встречаемся на моем YouTube-канале в 8 вечера и попробуем заняться аранжировкой онлайн, как бы это ни было забавно. И я попрошу вас об одной вещи. Напишите мне в комментариях две темы. Одну из них — любой джазовый стандарт, который нравится лично вам, а вторую — какую-то общеизвестную мелодию. Это может быть известная песня из мультика, из советского фильма, или это может быть просто какой-нибудь хит из 90-х или 2000-х. Руки вверх, Иванушки Интернешнл. Вообще, что угодно, все, что хотите. Я все это обязательно посмотрю и выберу один стандарт и одну общеизвестную мелодию, которую мы бы могли аранжировать в режиме онлайн. Что из этого получится, не знаю я сам, но мне кажется, это довольно-таки интересно. И мы, конечно же, сделаем это. Сразу же будем записывать нашу аранжировку в нотном редакторе финале. Я еще раз покажу о том, как это делаю я. И, возможно, мы даже сможем ее каким-то образом прослушать. Почему бы и нет. И перед тем, как мы проведем этот самый стрим, у нас случится два выпуска Сектора Джаза. На следующей неделе я буду рассказывать о таких вещах, как вступление и коды. То есть, как начать мелодию и как ее закончить. А сегодня мы поговорим о том, что такое форма. Поехали! Для начала поговорим о форме в общем. Я откопал в своем инстаграм вот это вот фото. На нем изображена стена, которой приклеены несколько листков бумаги. На одном из них находится список тем, которые попали на первый альбом моего квартета. Остальные листки — это ноты тех самых тем. Каждый композитор, аранжировщик или руководитель своего бенда перед записью должен представлять порядок композиции в своем альбоме, их темп и их внутреннее развитие. То есть развитие каждой темы внутри себя. То делал лично я. Я включал метроном в том темпе, в котором я вижу композицию. И включал секундомер. И замерял длину вступления, длину проведения темы, размер одного квадрата солиста и размер коды. Все это было измерено, конечно же, в секундах. И это помогало перед записью понять, какие солисты участвуют в конкретной теме. От порядка солистов зависело развитие темы, интенсивность те или иные моменты. И, конечно же, это для меня давало понимание общей длины композиции. Для меня, как для лидера своего квартета, очень важно, чтобы длина трека была сбалансирована. Чтобы он не был слишком коротким. То есть 2-3 минуты это не подходит. Не был слишком длинным. Я не люблю треки длиной больше 9 или 10 минут. Это довольно-таки сложно для слушателя. И отталкивает абсолютно слушателя массово. И, конечно же, внутри формы не должно быть перекосов в сторону того или иного солиста. То есть форма должна быть довольно-таки сбалансирована. Будет глупо, если, например, саксофонист сыграет 4 квадрата соло, пианист сыграет 4 квадрата соло, а барабанщик сыграет 8. Это, конечно же, не работает. И от этого нужно отказываться. И давайте перед нашим стримом обсудим некоторую форму в джазовых стандартах. Мы уже говорили о такой форме, как блюз, и вы можете посмотреть видео о нем вот здесь. А сегодня мы обсудим две другие формы. Одна из них — это форма двухчастная, которая состоит из двух частей. По-другому ее можно назвать как А1 и А2. Какие яркие черты этой формы? Чаще всего она имеет длину 32 такта и делится на 16 плюс 16. В большинстве случаев первая часть А заканчивается на аккорде доминантром, как бы ставит вопросительный знак перед следующей частью А. А часть А2 в 90% случаев приходит в тонику и счастливо разрешается. Посмотрите, например, как это выглядит в нотах на примере мелодии Beautiful Love. Мелодия в рей-миноре, и как видите, первая часть заканчивается на ля-септе, а часть вторая заканчивается на рей-миноре. И в данном случае отличие первых 16 тактов от вторых только в последних четырех. Все остальные 12 тактов одни и те же. И, конечно же, нам всегда нужно понимать, какая форма у стандарта в данном случае, чтобы быстрее его запомнить. То есть нам не нужно учить 32 такта этой темы. Нам достаточно выучить 16 плюс еще 4. То есть всего 20 тактов, и мы уже тему знаем. Второй тип джазовых стандартов имеет форму ААБА. И в ней, как вы видите, появляется часть Б, которая именуется бриджем с английского. Это обозначает мост. Что делает этот мост? Он соединяет вторую часть А с третьей частью А. И чаще всего бридж уходит в другую тональность. И порой он может уходить в очень далекую тональность. Например, возьмем такую прекрасную балладу, как «Body and Soul», А части которой пребывают в основном в тональности ре-бемоль-мажор, А часть Б находится в тональности ре-мажор, то есть на полтона выше. Вы скажете, почему же она далекая, когда она всего на полтона выше. Но если мы посмотрим по квартокринтовому кругу, то ре-мажор и ре-бемоль-мажор будут на абсолютно противоположных частях квартокринтового круга. Поэтому они очень друг от друга далеки. Яркие особенности формы ААБА мы сможем разобрать на примере мелодии «Exactly like you», которая у нас написана в до-мажоре. Первые 8 тактов заканчиваются тёрнараундом, но с третьей ступени мы, как бы не приходим в тонику, по сути, подвешиваем вопрос. Вторые 8 тактов заканчиваются доминантовыми аккордами к тональности бриджа. В данном случае начальная тональность бриджа — это фа-мажор. Бридж заканчивается тёрнараундом снова к до-мажору. Мы возвращаемся в ту же тональность, с которой начали. И последняя часть А заканчивается тоникой. Но также мы можем встретить мелодии в форме ААБА, которые будут нестандартны. Например, такая мелодия, как «A one together», она нестандартна тем, что первые части А, А1 и А2, состоят не из 8 и не из 16 тактов, а состоят из 14 тактов. Да? Похоже, что так. Так, бридж состоит из 8 тактов, и А3 состоит тоже из 8 тактов. И в данном случае мы имеем очень поломанную форму, хотя если смотреть на неё гармонически, то там всё предельно просто и понятно. Или, например, такая мелодия, как «All the Fins You Are». Лично я её отношу к форме ААБА. Хотя, смотрите, А1 начинается с тональности фа-минор, а А2 начинается с тональности доминор. Но у них абсолютно идентичная мелодия. Разница только в том, что А1 начинается в одной тональности, а А2 в другой. Вот и всё. Бридж начинается в той же тональности, в которой закончилась А2, и он также 8-тактовый, а часть А3, она начинается в исходной тональности, в фа-миноре, и она длиннее, чем первая или вторая часть А на 4-такта. На 4-по-моему, да. Бывают, конечно, в стандартах и исключения. Например, такая мелодия, как «Чик-ту-чик», в ней две части А, которые длиной по 16-тактов, часть Б, в которой также 16-тактов, и, казалось бы, сейчас снова наступит часть А3, а нет вам, наступает ещё одна часть, которую можно назвать буквой С, и она небольшая, всего 8-тактов, но, тем не менее, она ломает форму, и мы имеем 16 плюс 16 плюс 16 плюс 8 плюс 16. Теперь представим, что мы берём, например, мелодию «Beautiful Love», и хотим её записать в спокойном свинге, в темпе 120. Берём 120 и делим на 4, так как мы будем записывать её в размере 4 четверти, и получаем такую цифру, как 30. Что это значит? Это значит, что в одну минуту времени у нас поместится 30 тактов, а в «Мелодии Beautiful Love» у нас 32 такта. Не сложно посчитать, что у нас один квадрат темы будет длиной 1 минута 4 секунды. Допустим, у нас будет некое вступление, проведение темы, и у нас будет проведение темы в конце, и какая-то кода. И при учёте того, что весь трек у нас будет длиной 4-5 минут, сколько квадратов соло мы сможем вставить между проведениями темы. Сколько квадратов соло мы сможем вставить между проведениями темы? Конечно же, 2 или 3. Это один из способов, как аранжировщик может выстроить форму, выверить её и сделать очень точной. С вами был Дима Семенищев из «Сектор джаза». Обязательно пишите в комментарии темы, чтобы наш стрим 18 числа прошёл максимально успешно и здорово. Рассказывайте своим друзьям, которым может быть это интересно. Увидимся через неделю. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!